так поставил мод бэхи сейчас посмотрим как вот этот м5 значит я его включаю так внимание включаю это будет директорская бэха если будет работать но просто хочу посмотреть как легковушки действуют на самом деле просто ради покупки ради покупок гаражей и прочего вот это вот все довольно интересным просто как бы для того чтобы купить гараж нужно туда доехать а ехать на тягачи туда как-то накладной топлят дорого стоит в общем и это мы че тут скажешь топлят дорого это и ограничение грузовое 60 перед там где можно 110 это не круто то есть тратится много времени и поэтому чтобы было быстрее как раз у такая легковушка служебная и будет использоваться но она довольно плотная на вид сейчас покрашу в черный вот и соответственно не буду там всякие служебные действия совершать так по сути дела она будет стоять каком-то гараже место снимать а хотя можно и какого-нибудь водилу посадить но это будет немного долго занимать времени в плане как сказать в плане в плане того что из она должна закончить сначала какой-то заказ водила на ней должен закончить какой-то заказ водить в бельгии есть рядом салон онлайн вот эту тачку я хотел прикупить опа тут теперь не поймешь что я хотел человек убил блин сейчас так говорят говорят стендалан мод да было и век восемь осталось восемь вы че ребят серьезно чё то она подменила все таки ну вот это дурак ту на 24 как-то подлянку какую-то устроил ладно давайте по тебе посмотрим что из себя вообще представляют легковые моды для ETS ETS 2 я никогда кстати этим не пользовался ну вот это вот видно тачка еле-еле умещается она провалилась в эту дыру для техобслуживания на самом деле было бы чуть поменьше если бы это было до калина она туда точно провалилась кузов ну кузов тут один шасси в общем то тоже одно двигун тоже один сколько лошадей 600 и транса тоже одна в общем там салон салон тоже как это не прискорбно он один но он не такой похабный как был на ютубовском видосике более-менее ничего так хотя конечно немного странно выглядит очень как-то непривычно сидеть ну понятно легковушка а что это такое как-то странно вот такое происходит хопа и все а че можно вот так вот встать да и вот как интересно а зачем это надо ну тут даже какие-то прилокотники радио ну служебная тачка да неплохая для служебных цвет ну что касается цвета белый он хреново смотрится нет ну че он такой намекающий гении выбирают зеленый но я не гений поэтому зеленый я не выберу вот такой-то дымчатый 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 ничего но она какая-то очень светлая у меня вот это итальянский красный че-то бликует сильно полярно-белый так такси такси я к тому что надо выбрать что-то такое о салатовое клево а можно салатовое конечно неплохо я хотел черную посмотреть черный вариант а может металлик черный металлик металлик неплохо конечно цвет офигенный металлик хорошо смотрится но я просто хотел попробовать черный как баклажан из баклажан почему такой капот белый объясните мне чё с ним не так так чего у нас тут есть из тюнинга ну баклажан оставлю баклажан пусть пусть чай будет баклажан ну вот баклажан сказал бы я про автора зачем заменять то это же вам не это блин это же вам не джинджей и гта ладно чего у нас тут у нас тут салонное зеркало колеса тут можно поставить оба ах-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х хх-х-х-х-х-х-х-х-х-х от зилка это сильно хх-хм это сильно ну ладно тут особо колес нет только о блядь видали чё случилось видали да хопа и всё и нет а тут видимо сбросился диск тут все сбросилось на самом деле и гайки сбросились и ступица сбросилась ну вот примерно так страшно страшненько было собственно здесь особо ничего нечего делать так это у нас сейчас рукава задница задние колеса и все особо тюнинговать нечего на вид так себе так влезем салон чуть здесь можно тюнинговать дэш можно воткнуть так так начать свет я поменял так но я кстати а нельзя табличку сделать так ладно сейчас цвет я поменял и все дан дэш можно вот это что это зеркало это что а а это сюда можно всякую хрень втыкать так это что так 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 что то здесь залипает камера слегка так сюда можно вот втыкать всякую там бутылку и прочее сюда можно к вас сумки и туалетную бумагу это если обделаешься так сюда можно на на пол что-то ставить на самом деле тоже туалет на полу очень интересная кстати такая на полу а попадает она на кресло интересно как это реагирует на журналы нормально на спальный мешок нормально он упадет ну как-то немножко кривовато я должен признать каска подарки очень странно о только сейчас на ю тубе смотрел вот это вот про эту хрень есть на алиэкспресс уменьшенная копия вот этого робота интересно да вот они особенности легковушки в етс кота можно посадить собаку можно но она висит как-то очень гипсом можно это не гипсом гипсом так человеков сюда сажать нельзя это потому что как пол смотрится здоровеннейшая елка накладные ну людей сюда сажать конечно нельзя ну и то хорошо ладно так я перекрасился в смысле перекрасил цвет кузова естественно не подумайте чего так табличку конечно нельзя директорская тачка но хоть она двадцать вторая бэхо так значит нужно хоть что-то сюда воткнуть сами понимаете а то как-то прям совсем хреново скучно и не здорово это что так можно воткнуть это все очень большое это все очень по лбу убить будет хоть и прикольно но будет очень бить по лбу нужно что-то меньше меньше тут еще с масштабом какая-то хрень она очень близко вот эта хрень стоит поэтому проблемно очень смотрится потому что нет сюда в общем ничего вешать нельзя потому что ужас какой-то получается честное слово так ну хотя бы дэш можно воткнуть так ну перекраска хорошо перекраска 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 так или на пассажирском среднем а вот сейчас будет интересно у них перепутана немножко оба А, блин, его не видно. А то было бы прикольно. Это хорошо. Это смешно. Вольно. Вот сюда вот дэш поставлю. На дэш что-нибудь надо воткнуть. Такое, что обычно в дэш лежит? Тряпочка. Вода накладная, накладная. Документы, отлично. Хреново смотрится. Что-то как будто неправильно. В текстуры проваливается. Вот что неправильно. Нет, сигареты. Салфетки. Канцелярия, духи какие-то, кружка. Эта хрень не светится, кстати говоря, поэтому немного нереалистично получается. Карта. Она тоже в текстуры проваливается. Книги. Тут всё в текстуры проваливается. Тоже проваливается в текстуры. Эта хрень вообще не работает, как оказалось. Ёлочка в текстуре не проваливается, конечно, но... Телефон вот сюда положу. Блин, а он... Тоже хреново как-то. Да, да, да. Ладно. О. А, нет. А сюда можно что-нибудь положить? Такое вот. Ну, не знаю, ну пусть это бывает. В текстуры залезает тоже. Ну, ё-моё, а. Во. Мобилу вот сюда положу. Вот сюда хотел документы сунуть. Вот. А сюда сумку. Типа реалистично. Как же я без сумки езжу, да? С сумкой, конечно, вот, пожалуйста. Всё. Вот так. Такая конфигурация мне вполне нравится. Нужно попробовать её обкатать. Сейчас будет просто интереснейшая такая тема. Принимаем. Так. И попробуем проехаться. Я попробую купить ещё один гараж. Про запас, так сказать. Потому что довольно быстро всё это развивается. Ну и заодно обкатаю тачку. Просто иначе зачем, да? А, не. Во я в салон съезжу. Так. Следующую тачку. Вот эту куплю. Прямой поездкой в салон. В Англии. Покупаю бэху. Бэху я кладу в Нидерландовский гараж. Окей. Ага. Доставили. Хорошо. Так. Теперь я себя назначаю. Прежде. Себя назначаю на бэху. Ну, просто нормально. Так. Теперь иду в кадровое агентство. Нанимаю водилу. Вот эту тётку Михаэля. Я так нанимаю. И кладу её вот в Люксембург. Тут у меня не хватает человека, да? Да. Вот на это ТВ как. Всё. Окей. Замечательно. Теперь. Необходимо. Съездить. В салон. Так. Покупка грузовика. Ивэка. Ивэка здесь вот. Есть вот этот. Феликс Тау. Вот туда и поеду. Ну, покатаюсь. Можно считать, что это отпуск. Почти полгода проработал по игровому времени. Там не полгода, а квартал сто с чем-то дней. Ну, значит, поеду в Феликс Тау за новым тягачом. Здесь вот он. Этот салон. Вот он. Очень подозрительно, конечно. А другого способа добраться сюда, конечно же, нет. Но это довольно быстренькое в большинстве. На пароме. Ну, что, отдыхаем. Так, 13 часов. Поехали. А вот здесь нет более оптимального маршрута. Нет. Вот здесь хорошо. Все. Все, погнали. Сейчас посмотрим, кстати, как это выглядит. И как это рулится. И вообще, юзабельно ли хоть какие-нибудь тачки легковые. Потому что я знаю, что в ЕТС это с легковыми такие же проблемы, как... Ну, вы видите, да? Засвечена как-то чертовски непонятно, как засвечена приборка. Не пойми что. Где навигатор, тоже непонятно. Попробуем завестись. Так, ну, как бы... Довольно хреновенько все это. Зеркал практически не видно. Ну, ладно, за... Ключ вставили. А, я знаю, как регулировать вот эту штуку. Пол первого. Так, это инфа. А как сюда включить? Навигатор? Блядь, не навигатора нет. Да вы чё? Пиздец. Руль, конечно, вообще кривой. Пиздец полнейший. Ну, жесть, жесть. Иначе не скажешь. Так, приборка. Награничения здесь вот вроде и есть. 50, городское. Так, спидометр. Обороты. Я надеюсь, что солнце светит назад, и поэтому так дебильно засвечена приборка. Но, конечно, похабно, похабно, очень похабно нарисована модель. Позор автору. Такое вообще в продакшн выпускать нельзя. Отсутствие навигатора, это вообще просто дебилизм. О, на стояночном тормозе, между прочим, едет на нормально. А чё нам тормоз, да? Подумаешь, стояночный. Стартует очень, конечно, резко. Блядь, и не видно вообще ни хера. И очень непривычно низко. И сразу в 50 разогнался. Да что, что? Очень непривычно низко. Это какой-то ковёр-самолёт, честное слово. Очень стрёмно. Это ещё хуже сделка, на самом деле. Там хоть отрисовка хорошая. Вопрос, где отображается... Ой, круиз-контроль. Сейчас, секунду. Ох, ё-о-о. Ничего не регулируется. В общем, это не автомобиль, это херь полная. О, кстати, вот так лучше. Вот так как-то габариты ощущаются лучше тоже. Вопрос, где круиз-контроль отображается? Ну, рулится нормально, кстати. Это плюс такой довольно-таки неплохой. А куда поворотники-то показывают, я вообще не пойму. Ограничение показывается. О, блядь! Ну, просто я смотрю на приборку, на самом деле, и здесь непонятно. Я не вижу, где вообще показываются... Какие обороты нормальные, зелёным не выделено. Где показывается круиз-контроль, информация о круиз-контроле? А, возможно, она показывается на этом... На вспомогательной вот этой панельке на компе. Вот тут вот. О, физика неплохая. Почему моргает капот? Пиздец. Ребята, это какой-то пиздец. Атас? Где показывается информация о круиз-контроле? Где показываются поворотники? Руль почему-то болтается. Я не пойму вообще, что происходит? В общем, легковушки хреново. Да, действительно. Правду говорили. Очень хреново. Информация о туплике. Пробег. Расход. Круиз-контрол. А, вот. Вот так. Так, у меня пропускает огроменное скание. Спасибо, Юизоэта. Это информация о текущей скорости, а не о круиз-контроле. А может, здесь и не стоит Юизоэть круиз-контроль? Стоп, сейчас еще одна такая небольшая настройка. В случае поездок на легковушке, можно переключать легковой на легковой транспорт. Ну, хотя бы текущая скорость отображается в удобном формате. Ой, 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 ой. Очень непривычно. Очень чувствительный руль. Ретардер, естественно, нет? Какой? Какой ретардер? Вы о чем, ребят? Здесь всего в узень передачи. Засветка приборной панели просто похабная. Я надеюсь, мне не придется часто ездить на этой директорской тачке, а то и продать ее побыстрее можно. Дворники-то хоть работают? Ох, боже ты мой. Ох, боже ты мой. Дворники-то хоть. Какой? Какой? Какой ретард. Почему так быстро разгоняется? Уже 60. Включил круиз-контроль. Почему-то начался разгон. Что за хрень? Где отображается инфа круиз-контроля? Вы что, ребята? Это же пиздец просто. 130. Ничего себе, можно перейти 130. Ну, конечно, круиз-контроль я уже выключил. Я лучше бы жигуленок взял. Так, вот тут нужно растормаживаться, кстати говоря. Чё такое при включении круиз-контроля пробёрдывает и как-то хреново работает. На вид, конечно, тачка нечего неплохая. Представительская, так сказать, дан. Ну, бешеная какая-то совсем нелогичная. Блин, главная скорость по спидометру одна. По игровому навигатору другая. В общем, пиздец. Мудак автор. Не испошлил модель. Сильно испошлил. Говно, наверное, на видосе у него можно было навигатор включить нормально. Ну ладно. Будем считать, что это 130. Инфа об ограничении тоже не обновляется на приборке. В общем, полная задница происходит. Поворотник. Руль кривой. Всё криво. В общем, это недостойная модель. Надо было её тестить на другом профиле, на тестовом. Потому что так деньги потратил. Без толку. Иду с 130. Максимум 130 у ликовушки получается. Очень неудобно. Может, конечно, по непривычке. Не знаю. Вот сейчас начался полный... Полный атас. Разгоняется с места сразу до 70. Ну кто так делает, а? Это вообще как? Выдалечо. Чуть-чуть газонул и... Пдыщ в задницу въехал. Может быть, она, конечно, с контроллера хорошо рулится, но... Что по мне... Это... Атища. Грузовики-то штатные. Нормально рулится с мышью и клавиатура. А это что? Пиздец полнейший. Поворотник видно только один. Второй скрыт где-то под рулем. Может, с непривычки. Не знаю, но... Неприятное ощущение. Фрейтлайнер хороший. Зилок тоже не без багов. Но это... Пошло. Пошло. Очень пошло. Фрейтлайнер хороший-то. Да. Итак, фейтлайнер хороший-то. Пошло. Ух! Бу! osу огонь. Возьм Tábит... Возьм... Неприятный атлуча. Пойте добра. Да. И об tela... Субтитры делал DimaTorzok Вряд ли кого обгоню на этом трендулете Ну, хотя бы рулится, но очень херово, очень опасно Вот как-то с места сразу 80 при легоньком нажатии Но нереально, не верю Не верю Передача вообще пофиг На ручнике нормально едет В общем Вот, восьмую сейчас включу А, а их восемь Восемь, да Толк Ничего не меняется Может, я ничего-то не понимаю в легковых авто Но, по-моему, все-таки пошло сделано А может и нет Что-то есть разница Все-таки От этого не легче Отсутствие нормального спидометра здорово, очень мешает Фара нодичьи ооо не больше 130 она не может да в общем передача передача зависит только звук мотора и все не больше там они все-таки немножечко это зареализовано и и и и и и Продолжение следует... 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 Здесь 80 можно сжать. А здесь соточку. Где спидоминер? Какое значение правильное? В общем, очень много проблем у этой тачки. Какая у меня скорость. Спидометр говорит одно, навигатор другое. Второй навигатор вообще третий. Вот что могу сказать, я ее точно не буду ремонтировать никогда. Не чувствую тачку совершенно. Сборщик костылей. Кстати, после нескольких ДТПшек. У меня какое состояние грузовика. И ей вообще ничего. Я что-то полагаю, что она вообще не истирается. И ничего не случается с колесами. Вообще ничего. Я так пора, если я въебусь в какой-нибудь забор с наполненной скоростью, то ей ничего не будет. Сейчас, кстати, попробую. Самолеты так же во футболе. Файтгирф, перегазовки, рычат. Блин, мне страшно вообще рядом с кем-то ехать, потому что... А вот тут можно было въебаться чисто для пробы. А вот тут можно было въебаться. А вот тут я, кстати, как-то... А вот тут я иду. Почему такая дорогущая тачка не может ёлки-иголки обогнать тягачей? Потому что ему дарки составлял. Типа меня. Ну, я понимаю, конечно. Но настолько хреново, я вообще не ожидал, что так может быть. Что, меня штрафанули? Или обошли с предупреждением? Как здесь поддерживать скорость постоянную? Круиз-контроля? Нет. Текущее значение скорости на круиз-контроле не отображается. В общем, атас. Полный атас. Поворотники даже не отображаются практически. Нет, моргает капот. Вопрос, почему? Видите, чё? Чуть-чуть поддавил. Если я не хочу покупать контроллер, что в этом случае? В общем, очень так современный мод работает только у разработчика и у тех, у кого-то очень такая же конфигурация чудом подобралась. Ну, видите, ну чё, как-то совершенно нереально. Тут где-то салон. Ивыковский. Это Рено? Круто. А зачем мне салон Рено? Если я хотел бы в Эковский салон. Ладно. Здесь есть салон Эвэка, на самом деле. Сейчас. Припарковаться надо. Так, чтобы более-менее было нормально. Ручник. Ездить с ручником нормально для этой тачки. Вполне. В общем, ужас какой-то полнейший просто. Так, ладно. Нужно прикупить грузовик Эвэка. Значит, здесь салон Рено я открыл. Но мне нужно в Гримсбе. Ехать на этом драндуленте в Грим... Вы драндулите в Гримсбе, это... Кто ещё? Удовольствие. Где салон? Вот салон. Может, она по-оптимальному? Нет. Надо было сразу в Гримсбе ехать. Ну, вот. Йо. Сейчас. Ему ничего не бывает. Сейчас, кстати, где-нибудь там развернусь и посмотрю, бывает ли что-нибудь этой тачкой. В принципе. Потому что... Мне кажется... Нет, не бывает. О, нет, бывает, смотрите-ка. Бывает, бывает. Чё-то можно повредить. Ну, повреждений, конечно, нет. Но модели повреждений нет в ЕТС. Это нормально. Нет, ну, в любом случае, колёса повреждаются. Шасси, двигатель. Нормально. Но чинить я это не буду. В принципе. Она... Ей ничего не будет. Я считаю, что ей ничего не будет. Даже если её раздолбать целиком, то она будет ехать, как ни в чём не бывало. Тут более элементарных, базовых вещей не продумано. Не говоря уж о том, чтобы... Какой-то реализм в состоянии... Нет. Просто не реально. Мать твою, как же ты гонишь-то, а? Разгоняется прям с места и до соточки. А вот тормозится гораздо хуже. Тормозится, в общем-то, тоже прям сразу и резко. Либо сто... В общем, очень чёткая тачка. Она едет либо сотечку, либо ноль. Без контроллера. Отсутствие круиз-контроля ещё помогает, конечно, проблем сживать себе. О! А круиз-контроль сразу на десяток прибавляет. Очень всё мутно. Ехать четыре часа. О, девяносто тринадцать. Отлично просто. А, нет, тут есть какой-то круиз-контроль. Но он какой-то очень подозрительный. Вот сейчас вот он сбросился, например, почему-то. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. он правильно пошел направо а не от меня наверное так топляк тоже не узнаешь сколько топляка в общем приборка здесь тоже довольно пошло в общем тут все пошло вот это что такое постоянно на сто процентов то есть бензин тоже не заканчивается в этой тачке в общем да если ее даже если ее даже полностью расколбасить она все равно будет ехать без всяких вот она разница между комьюнити-дривен разработкой и нормальной платной разработкой поэтому платные моды они гораздо гораздо лучше dlc-шки официальные так сказать вот это вот это просто жесть больше 90 не гонит может у меня чуть недонастроено но пошло пошло это чувак который который это делал он явно был не фанатом етс а фанатом каких-то рейсингов меня все легковушки обгоняют ну Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А по факту? А, вон же есть инфа, круиз-контроль. Нет, это пробег. М-да. Блядь, а. Вот чуть-чуть нажал на W и влетел. Вот я не понимаю, у меня контроллер, я сделаю для контроллера. Ладно, я сам себя не понимаю, почему я, собственно говоря, еду на этом, это надо продать и выкинуть как мод. Сейчас доеду и выкину к ебене матери это дело. Причины. Медленно. О, смотрите, как разогнался, а потом снова стал снижаться. Почему? Я не понимаю эту тачку. В принципе, не понимаю, и все. И FPS падает от нее. Может, не от нее, конечно, но... Падает. В общем, она очень непривычна. Может, после тягачей, которые медленно разгоняются, хорошо тормозят, я не могу с этим как-то свыкнуться. Но, по-моему... По-моему, если я не могу обогнать тягач на этой тачке, значит, это не легковушка, а это какая-то хрень. С покраской кузова тоже там какая-то задница. Мгновенный разгон это просто нереально. Зачем? Неправильный спидометр. Раз. Не отображается топляк. Два. Нет навигатора в салоне, хотя на ютубе был. Три. Дурацкий разгон. Четыре. Нет круиз-контроля, не отображается. Или как-то... В общем, все криво, глючно и пошло, похабно. В общем, не соотносится с духом игрушки. Очень херовые моды, на самом деле. Одни баги. Я не могу написать такое. Да, не могу. Но могу сказать правду о том, что пишут другие. Так сказать, из-за кулис. Как пользователи считают. Я не знаю, зачем вот этот чувак, зачем им это писал. Просто, чтобы побежониться. И главное, скажет, донатьте мне. Ага. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тачка мне не жалко, мне просто в ДТП не охотно попасть. Гляньте, спидометр показывает 50. А, ну, нет, это на мили, нет, не мили. Это километры в час. Я её в Европе покупал, континентальный. В общем, ужас. Ёбаный стыд. Кривой руль, это вообще просто обалдеть. Это же не на Файт Гир делалось. Игрушка, моделька-то. Там, понятно, очень сложно на базе самолёта сделать машину. А здесь же. Это хуже Зилка. Сто процентов хуже. В апсеку нужно сходить. Чё-то я простыл совсем окончательно. Подлечиться надо. Хотя бы рулиться, и то хорошо. Охот раздолбить, чтобы она пыталась хотя бы глохнуть. А то совсем скучно. Ну, не, мне кажется, слишком и так весел. О, с поворотником разгоняется хорошо. Странно. Да. Окей. О, с поворотником. С ременьiyi, пр쳤аться. С ремень Roya. Хе-хе, есть! Хе-хе, есть! О, с места, если разгонять, то отлично разгоняется. Вот я и говорю, он с места сразу соточку дает, прям за секунду. Вот это главное, по-моему, было для автора. Ну, это как-то как бстится, нужно оттормозиться на 100%, чтобы разогнать до сотни. Да это что? Это реализм, по-вашему? Ну, я почти прибыл в салон, кстати говоря, он, по-моему, закрыт будет в это время. КОНЕЦ И это что такое? В меня коп въехал? КОНЕЦ Вот это было круто! О, привыкло. О, привыкло. КОНЕЦ Отлично, я все это время ехал, зачем? Чтобы убедиться, что салон закрыт? Так, че у меня с грузы, с тачкой, так, дали? Ну, повреждено много чего. Но, мне че же, получается, нужно ждать, пока салон откроется? Нет, я приобрету, естественно, онлайн. Внешне-то он, может, и красив, но главное, это не внешность. К тому же, внешне фары не выключаются. В общем, это чувак писал, который не знает, че такое ETS. В принципе, не знает. Ну, че, почему оно светится? Почему вот это все светится в темноте? Ох. Салон закрыт. Объясните мне, почему фары, в принципе, не выключаются, даже когда мотор глушит? Кривой, ненастраиваемый руль. Нет навигатора. В общем, полная задница. Ну, что сказать. Я хорошо прокатался, прокатился, так сказать. Попал в кучу ДТП. А, уровень топлива, кстати, здесь тоже не отображается. Тачку можно не ремонтировать, в принципе, потому что это ужас. Салон закрыт, салон закрыт, салон закрыт. Вот это что такое, 50? Это типа ограничения? А какого хрена же оно? Там что-то накладываются, значки какие-то. В общем, одни баги. Честно скажу, мне неприятные впечатления от этой тачки остались. И я ее никому не советую. Никому я ее приобретать, естественно, не советую. Ставить, во всяком случае, в том состоянии, в котором оно сейчас, это 100% нет. 100% нет. Вот, салон закрыт. Ну, салон закрыт. Я могу онлайн его купить. Да. Тачка отстойщая. Тот еще. Это почему фиолетовым стало? Да. Тяжелый случай. Вот, вы заглушиваете двигатель, фара не гаснет. Это отражатели, что ли, такие? А почему они такие флэтьюайные? В общем, как белые пятна на картах. В общем, как-то ужасно. Ужасно. Я подтверждаю. Ужас полнейший. С легковушками Вьета С. Да. Вот это первая легковушка. Ну, вот то, что я по ней могу судить. Это ужас. Очень недопильно. Взять бы, допилить, да глаза ломать неохота. Салон закрыт. Ждать, пока откроется. Я не хочу. Я хочу следующее. Я хочу найти служебную легковушку, которая, может быть, подойдет. Вот, хотя, карты, грузовики, фургоны, легковые автомобили. Сейчас посмотрим на ST-Mods. Вот, Mercedes-Benz, C63-S, AMG Couple. Мерен. Давайте посмотрим. Может, он будет лучше. Так, ну, по скринам, в салонах Duffin, по скринам он черный. Абсолютно черный. Вообще не затекстурирован. На вид, я могу сказать, что это пиздец. Внешне, конечно, хорош, да. Но не более того. Toyota Avanzo. Она левосторонняя, но вроде как получше. Салон слишком светлый. Но. В этом что-то есть. Вот. Ну, конечно, не сейчас. Но я в закладке это помещу. Вот. Так. Avanzo. Так, есть еще Bens S500. О, у него салон вообще офигенский. Ой, очень сливается все. Все слишком бежевое. Нет. И у него даже... Он даже... На него даже текстуры не натянули. Ну, кто так делает, а? Я не понимаю. Зачем так тяп-ляп делать? Не понимают они, что ли, суть? Ладно, я очень много критикую. Сам ничего не делаю. Но... Как бы поймите правильно. Отзывы только через ВКонтакт. А меня ВКонтакте нет. А вот эта вот тачка крутая. Fiat Domblo. А-а-а. Вот эта тачка офигенская. Fiat Domblo, да. Это офигенная тачка. Это фургончик. Он такой симпатичный. Да, вот это нужно, естественно, обязательно закладить. Хороший такой мод. Фритлайнер Каскаде уже есть. А вот комментарий про Fiat Domblo. Едешь на нем, как на лыжах. Ни тормозов, ни поворотов. Что лыжник? Че делать? Хуй-то знает. Модель... Ну, в общем, легковушки здесь пиздец. Полный пиздец на самом деле. Модраннер. Кстати, спинтайрс переименовали, что ли, в Модраннер? Да ладно. Ее перекупили, что-то там переделали, что ли, с ней. Ну, ладно. В принципе, не суть. Что я делаю сейчас? Я сейчас трачу время. 6.40. Так. Ладно, я сейчас делаю следующее. Я сейчас включаю свет в комнате. Просто потому, что у меня темно в комнате, знаете, сами понимаете, да? Так, и сейчас вот что делаю. Покупка грузовика. Вот это мне крайне не нравится. В общем, легковушки это пиздец. В ЕТС легковушки это отстой. Потому что их не по примеру делают, а с нуля. А с нуля они не умеют. Хорошо. Значит, ЭВК. Вот я сюда приехал. А, давай. Приехал поздновато. Покупаю вот эту вот тачку. Конфигурацию меняю, да? 23-я это будет тачка. Так, сейчас. Так, секундочку. Я вот что сделаю. Прежде тем. Так, раз. Салон, навигатор. Да, раз. Так, хорошо. Хотя можно и не так. Можно по-другому. Все равно раз. Потом. Два. 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 Три. Четыре. 5 это было 6 так так можно ехать нормально нормально это конфигурация чем принимаем бы ху конечно можно выкинуть но я так понимаю час отчество не легче с легковушками там пиздец полнейший происходит в етс не нужно было миксовать с века вот нужно было что-то где в дафах продать над эту пыху ну или не буду на ней кататься буду или не буду я не знаю конечно кататься на ней неприятно поэтому я бы сказал что вряд ли я буду кататься кататься вряд ли я на ней буду она мне не понравилась может я к ней конечно привыкну но вот то сейчас у меня чувство что не я дурак автор ладно потом подумал конечно с этим говном делать пока что отсюда и и так теперь внимание персонал интересно как будет это дело работать если я найму человека на эту бэху так есть одна специальность 2 вот у этого 2 но более такие я вот это как бы веселее нужно дальние дистанции и опасные грузы так вот примерно вот этот человек анжела чё он будет на ней таскать я не знаю не представляю продать мне бэху или не продать у нее салон пошло и все вообще ужасно ужасно просто куча причин продать это некачественный мод в зелке только дворники были херовые а тут все херово я продам ее все-таки нанимать водилу мне не нужно никуда нет тачки так сейчас поэтому персонал сделаю так у себя назначенную точку в лексинбург вот сюда вот давай кастрали сам бэху хренову продам к херам собачьим потому что это ужас какой-то полный и удалить ее надо из списка модов вот делаем следующее так в пути странно 700 километров прошел на ней так улучшить это можно улучшить да ладно вам горбатого могилы исправит продать хотите продать за 51 я купил ее дороже да дурак туна продаю бери забирай обратно что это ужас просто да Хе-хе-хе, хорошо Без неё хорошо Угу, так Теперь Я пойду В грузовики Посмотрю покупку грузовика На самом деле, вот здесь интересная тема Так, значит В этом, вот этом салоне Онлайн-овое приобретение А, тут ещё один момент Надо Выйти из профиля Так, настроить модификацию А вот это выкинуть херам собачьим Личным Потому что это ужасно А даже цвет поменять нельзя Они сделали, чтобы капот красиво бликовал А в итоге его хер перекрасишь Капот всегда красиво бликует, сука, белым Так, хорошо Применяем Так, теперь ещё заходим в этот же профиль Блин, следующий грузовик-то будет 22-й по номеру Я продал? Я не ожидал, что я продам что-то Ладно, надо перенумеровать его Ладно, надо перенумеровать его Просто я скупал сейчас все EVECO И получается у меня сбилась немного система Но это я сделаю не на запись Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!